Ребята, всем большой привет! Сегодня мы находимся на замечательном курорте в Словении. Город называется Рогашка Слатина. Это место славится своей невероятно чудесной волшебной водой с содержанием магния. В мире это единственная вода с таким большим количеством магния. Из интересного есть здесь голые бани, про которые я уже рассказывала в коротких видео, и здесь расскажу подробнее. А также странные скульптуры. Так что давайте смотреть. Приятного просмотра! Посмотрите, какой великолепный, мощный конь Пегас. Всем туристам и гостям города Рогашка Слатин обязательно повисуется легенда об этом памятнике. Легенда гласит, что источник полезной воды возник благодаря Аполлону, богу солнца. Он приказал своему крылатому коню Пегасу ударить копытом между урагацем и святым крестом. И лечебная вода начала из-под копыта бить и помогать людям поправлять здоровье, придавать энергию. В честь этого события и был возведен данный памятник. Поскольку легенда живет о сегодня, Пегас и его открытие природной минеральной воды стали важной частью Рогашки Слатина. Соответственно, на таком ценном источнике возвели медицинский центр Рогашка, который базируется на обследовании и лечении организма и прилагает несколько пакетов здоровья, таких как похудение, под контролем врача с использованием эффективных медицинских процедур, аппаратов, которые включены в программу по снижению веса. Все они прошли медицинскую проверку на практике и признаны очень эффективными. Также есть детокс-программа, то есть очищение организма от токсинов, которые накапливаются из-за неправильного питания, загрязненности окружающей среды, под влиянием стресса. Программа магний-антистресс, опять же для уменьшения стресса с помощью магния. Многих девушек и женщин, конечно же, привлекает программу для похудения, и радует, что благодаря этой воде все, что вы наели за праздники, проходит, даже не знаю, как правильно выразиться, очень стремительно через ваш организм. Я за неделю похудела на 3 кг, при этом не ущемляя себя в еде. Если бы я, например, еще соблюдала правильное питание, зеленые салаты больше употребляла, я могла похудеть на 5 кг, но у меня конкретно живот прилип к позвоночнику. Вот, оказывается, как можно быстро похудеть. После праздников это особо актуальная тема. Погода Словении и зимой очень приветливая и теплая, температура воздуха плюс 10, плюс 15 градусов, ощущение весны. Посмотрите, какая классная природа, здесь очень много холмов, то есть для прогулок очень полезно ходить вверх-вниз. Здесь находится медицинский центр, прямо я сейчас туда иду. И там все пьют воду. Заходим в медицинский центр. Есть здесь отели, которые имеют прямой переход к стеклянному бювету. Они даже в халатах сюда приходят пить. Но у нас отель совершенно другой. Находится недалеко, в трех минутах ходьбы. И вот такой стеклянный красивый бювет с источниками. Выдают нам индивидуальные стаканчики. У каждого стаканчика свой номер. Например, вот у меня 145. И утром необходимо пить теплую воду. Это вода с красным обозначением. В обед нужно разбавлять холодную с теплой и вечером холодную. Выпиваем примерно по 300-500 мл за один прием. Ритуалы питья проводятся минимум 3-4 раза в день за 20-30 минут до еды. Вода называется Донат. Вы можете ее найти в любых странах. Но не из источника, а в бутылках. И важно не нарваться на подделку. Потому что я читала в отзывах, когда искала эту воду в России, что никакого эффекта она не оказывает. То есть методом проб и ошибок выйти на оригинал. Подводя итог всему вышесказанному, рецепт похудения такой. 3-4 раза в день за 30 минут до еды пить воду. 30-50 мл. Много ходить пешком. И исключить жирное, мучное, соленое, сладкое газировки, соки и соусы. И вы похудеете 100%. Мы очень много гуляли, ходили по холмам и познакомились с разными интересными людьми. И мы разговаривали с одной женщиной. И она очень хорошо выглядит в своем возрасте. Она на месяц приезжает сюда, пьет воду и ходит по 30 тысяч шагов в день. Также делают массаж лица и никаких филеров и ботоксов. Я очень люблю общаться с такими женщинами. Потому что некоторые советы я беру себе на вооружение. А Словения в целом приятно удивила. Недавно в финансовых новостных лентах увидела, что эта страна обогнала по индексу человеческого развития Францию и Испанию. Данный индекс состоит из нескольких компонентов, что рассматривают ВВП на душу населения, индекс образования и уровень грамотности населения, а также индекс долголетия. На первом месте скандинавские страны возглавляют список Швейцария. Но Словения меня положительно удивила. Очень приятно, комфортно и безопасно находиться в этой стране. Удачное месторасположение. С одной стороны холма можно увидеть Альпы, а с другой стороны начинается Хорватия. При желании можно даже пересечь границу, но мы не стали рисковать. Страна маленькая, жизнь здесь спокойная, размеренная, пробок нет, гонки нет, такой как в Москве. Географическое месторасположение позволяет и до горных курортов доехать за час на автомобиле, и до моря. Очень хорошее местечко. Живут семьи в основном в частных домах, и я увидела очень ухоженные дворики, даже при небольшом бюджете, но они стараются. Нет такого ощущения, как у нас в некоторых селах неубрано во дворе, все раскидано, какие-то грабли, лопаты. Все валяется у них так аккуратно, что это не может не радовать. И хочется, чтобы многие семьи по всему миру так же делали, а не пили пиво и водку по выходным. Такая у меня теория есть, я уже рассказывала, что если каждый будет ухаживать за своим гнездышком, то и в целом мир станет прекраснее. У многих семей есть свои собственные виноградники, они выращивают виноград, делают домашнее вино, также винные погреба. Все эстетично, аккуратно, и пропустить бокальчик вина в пятницу вечером или в субботу, почему бы и нет. Посмотрите, какие красивые лука. Этот олень, он имеет такой гарем, то есть это все его женщины, а он один король-повелитель этого мира. В Словении очень много живет иностранцев, по статистике я посмотрела, что это каждый 20-й житель, представляете? Он на меня так смотрит. Привет, ты хочешь меня забрать в свой гарем? Сори, у меня другой султан Сулейман. Проживали мы в этом отеле Атлантида, бутик-отель, 5 звезд, очень приятная входная группа, хорошее место расположения недалеко от бювета, свежий современный дизайн, номера просторные. Персонал очень дружелюбный, всем интересуются, стараются помочь, чувствуется эмпатия, и при этом говорят по-русски почти всем, что не может не радовать. В отеле формат шведского стола, завтраки и ужины, плюс частично а-ля карт. Но новогодний ужин в таком формате нам не очень понравился, отдали 360 евро за двоих, но удовольствия не получили. Хотелось индивидуальное обслуживание, как в ресторане, и плюс больше морепродуктов. Спа-зона приятная, современная, но очень компактная, бассейн небольшой, сауны тоже. Особенность менталитета, что парилки необходимо посещать абсолютно голыми. Я это рассказываю в коротких видео уже, в каком я шоке пребывала, потому что я упустила этот момент и немного была удивлена. С детьми, думаю, конечно, не стоит посещать такие места. Фитнес-зал совсем небольшой, точнее, это комната, но когда мы ходили, никого не было, и нам вдвоем места было достаточно. В целом, такой оздоровительный отдых очень понравился. Процедуры различные, вода полезная, спа, массаж. И пришла к выводу, чем в более раннем возрасте мы об этом задумаемся, тем лучше. Раньше я считала, что кроме моря и солнца, мне другого отдыха не надо. Но со временем от солнца начала прятаться, начались проблемы с кожей, а отдых стал более разнообразным. Вот такой номер, очень просторный. Здесь диван софа, велюровый мягкий. Мне нравится дизайн. Вот этих ламп, люстр. Торшер тоже такой же, приветики. Вот такое все. Тут рабочая зона. Телевизор, здесь шкаф и ванна. Вот такая. Тоже неплохо, да? И раз про Воза заговорила, хотела отметить, что когда в отеле была живая музыка, то были танцы. И многие возрастные пары так танцевали, что сложно их даже назвать таковыми. Я даже так не умею. Поделившись своим удивлением с одной женщиной, она мне рассказала, что оказывается, что они ходят на танцы. Вывод делаю какой? Что движение – это жизнь. Разговорились с жителями местными, они рассказали, что очень много русских топ-менеджеров из разных значительных организаций приезжали пару лет назад. Подводя итоги, задаю себе вопрос, вернулась бы я еще сюда или нет, и мой ответ, конечно, да. Отличное место для отдыха, здоровья и релакса. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Если вам было интересно или полезно, то не забывайте ставить пальчики вверх и подписываться на канал. Всем желаю хорошего настроения. Не забывайте, что движение – жизнь. Всех целую, всем всего доброго и всем пока-пока.